Всем еще раз доброе утро! Вчера в музее истории Екатеринбурга открылась уникальная выставка буддийской культуры от Тибета до Урала «Великий Путь». Посетители там смогут увидеть уникальные экспонаты, аналоги которых хранятся лишь в крупнейших мировых музеях. Буддийскую скульптуру, свитковую живопись, ритуальные предметы, ну и, конечно, костюмы. Подробнее об этой выставке и о буддизме вообще мы поговорим с нашим гостем Александром Кайбагаровым, президентом Российской Ассоциации Буддистов Традиции «Карма Кагью». Здравствуйте, Александр. Доброе утро. Первый вопрос о выставке. Вот в сознании современного человека буддизм в России это такое, как мне кажется, модное веяние больше. Оказывается, что история буддизма на Урале и в Павловиче насчитывает уже более четырех столетий. Как он вообще появился у нас? Ну, на Урал он пришел с племенами калмыков, которые шли от Тибета на Волгу. И вот в начале 17 века они здесь проходили и пришли туда. Потом они вернулись уже в 18 веке уже в составе казацких войск уральских. А калмыки, они с середины 13 века буддисты. И, соответственно, вот все артефакты буддистские с ними и пришли. То есть, подождите секундочку, среди казаков были не только христиане, не только мусульмане, но и буддисты, получается? Да, получается, да. То есть перед каким-то боем казачьим, да, все расходились в три разные стороны, молились своим богам, значит, и потом шли Россию защищать матушку. Да-да-да, конечно. Убивительно. Подскажите, а вот чем тибетский буддизм, которому посвящена большая часть выставки, отличается от буддизма традиционного? Я так понимаю, что вы именно... Вот нет, вот вы что представляете, какой этот буддизм, собственно? Ничем не отличается тибетский буддизм от традиционного, потому что традиционный буддизм и тибетский это одно и то же. Потому что буддизм возник в Индии, Будда родился в Индии 2,5 тысячи лет назад, потом 1,5 тысячи лет буддизм развивался и жил в Индии, а где-то с 7 по 12 век из-за мусульманских завоеваний, значит, буддизм в Индии был практически уничтожен, и все буддисты разбежались по окрестным странам. И таким образом буддизм проник в Тибет, это тот же самый традиционный основной буддизм проник в Тибет, и Тибет для буддистов это так же, как Москва для православных или Рим для католиков. То есть это такой духовный центр буддистов. Все-таки вот я слышал такое мнение, что буддизм это не совсем религия, это, ну не знаю, какой-то образ жизни. Философия, может быть. Философия. Философия, так ли это? К религии, конечно, его тяжело отнести, потому что, во-первых, в буддизме нет Бога. Вот Бога, который создал бы мир, который задал бы правила жизни и следит за тем, выполняется или не выполняется. Но правила жизни, тем не менее, есть. Да, но этот взгляд на мир, что мир был всегда, сознание было всегда, ум был всегда, но есть такие же законы духовные, законы сознания, как и законы материальные. Ну и вот закон кармы, например, про который буддисты говорят и в соответствии с которым живут, то есть не причиняет другому того, что не хочешь, чтобы было причинено, сделано с тобой. Если ты хочешь быть счастливым, богатым, здоровым, то делай так, чтобы другим существам ты бы это доставлял. Дарил бы что-то, заботился об их свободе, об их здоровье, об их счастье. И тогда это вернется все к тебе. То есть, если я буду заботиться, дарить, я стану буддистом, получается, так? Да, да. Во-первых, вы станете счастливы, богаты и здоровы, а во-вторых, это и есть буддизм. Александр, как вы считаете, по вашим наблюдениям, современная мода не только в России, в западном, в европейском мире, именно на буддизм, она чем продиктована? Она как раз продиктована тем, что человек хочет развиваться, человек хочет духовно расти. А основные религии, для многих людей, трудно к ним пристать, особенно если мы родились в атеистическом обществе, ничего в мире не способствует тому, чтобы прийти к традиционной религии, а буддизм – это не что-то такое особенное. Если вы можете стать буддистом, если вы думаете, что можно развиваться, можно достичь высшего состояния сознания, и есть буддистские методы, которые это дают. А буддистские методы – это медитация, это вот тот же самый аутотренинг был вытащен из буддистских методов. То есть, это очень подходит современному состоянию человечества, или как мы думаем, можно развиваться. Но с другой стороны, буддизм – это поиск человека в себе, а такой общий мировой тренд, ну, по крайней мере, в европейской цивилизации – это внешние, материальные накопления какие-то. То есть, человек считается успешным, когда он достиг каких-то внешних благ. Вот как это соотносится? Либо это противоречит друг другу? Буддизм – это развитие ума. И считается, что если вы правильно практикуете, правильно занимаетесь буддизмом, правильно медитируете, то ваш ум развивается, и он развивается во всех областях. То есть, вы живете, грубо говоря, легче, легче получается у вас успех в карьере, во всех внешних делах. Буддисты очень часто показывают в виде, только в красном одеянии монахи, но буддистов около миллиарда в мире. Монахов – небольшая часть буддистов. Есть миряне-буддисты, есть йоги-буддисты. И буддисты – это прежде всего способ развития сознания. И, соответственно, для мирянина-буддистов, а мы в России, большинство буддистов – это миряне. Там монастыри сохранились в очень малом количестве в Бурятии, в Калмыкии, в Туве. А в основном это миряне-буддисты. И для них показатель качества их развития – это то, как они живут в мире. Если вы хорошо функционируете, если у вас семья, если вас любят и уважают другие люди, если ваши дети вами гордятся, то вы хороший буддист. Расскажите, что вы сегодня принесли к нам в студию? Значит, у нас уникальная выставка открылась. Она называется «От Тибета до Урала. Великий путь». И, соответственно, артефакты, которые мы привезли – это и монгольские, и тибетские, и калмыцкие, и бурятские, и статуи, и тханки – это иконы на ткани. Но там есть и вещи, которые были найдены на Урале, как раз которые в раскопках найдены и остались еще с 17 века. Но есть вещи, которые на Урал привозились для переплавки. Когда во время политических и религиозных репрессий 20-30-х годов и во время войны все медные, бронзовые вещи в датсанах Бурятии были оттуда собраны и привезены на переплавку на Урал. И из них делали снаряды, патроны и так далее. И люди на Урале спасали то, что могли, то, что считали красивыми, то, что можно было сохранить от плавильной печи. И вот эти статуи у нас там есть тоже. То есть прямо здесь удалось собрать, можно сказать, выставку как-то по домам? Часть выставки удалось собрать здесь. Часть выставки нам, любезно, местные собиратели, местные коллекционеры дали. А часть выставки у нас из наших вещей, которые привезены и с Тибета, в том числе, и с Востока. Спасибо. Спасибо. Нашим гостем сегодня стал Александр Кайбагаров, президент Российской Ассоциации Буддистов. Традиции, карма, как юм. Мы говорили об открывшейся накануне в Музее истории Екатеринбурга выставки от Тибета до Урала. Приглашаю всех. Спасибо большое. Ну а теперь настало время передать слово службе информации телеканала ОТВ. События в эфире. Продолжение следует...